Ладно, теперь давайте поговорим про метрику и про рекламные кампании. Рекламные кампании не так давно запущены, поэтому я буду просто показывать на живом примере, на рекламной кампании, которая работает сейчас. Тут нет ничего сверхъестественного, рекламная кампания работает, приводит клиента. Давайте анализируем. Здесь есть кое-чего плохое. Плохое что? Относительно мало заявок. На самом деле я уже выяснил, что проблема связана с лендом, который надо немножко переделать, а точнее переделать на нем уникальное торговое предложение. Но если сравнивать лендинг с конкурентами, что я и делаю, оказывается, что конверсия у этого лендинга чуть выше, чем у конкурентов. То есть связано это с самой нишей, которая просто после нового года никак не может оправиться. Не суть. Все равно вернемся к рекламной кампании. Что нужно уметь делать? Во-первых, вам нужно уметь пользоваться статистиками. Да, появилась кнопочка. Давай, появись кнопочка. Статистика по всем компаниям. И там же у нас должен появиться отчет. Вот мастер отчетов 2.0, который позволяет... Ну, я думаю, что они его допилят. Правда, он на самом деле такой, не очень удобный. В котором позволяет сгруппировать рекламные кампании, несколько рекламных кампаний, а точнее все рекламные кампании, которые у вас есть, либо через фильтр какие-то определенные кампании. По названию, по номеру и так далее. И посмотреть, на какой позиции у вас показываются, например, все поисковые рекламные кампании. Ну, лучше, конечно, отдельно смотреть каждую рекламную кампанию, да, там горячую, холодную, но все-таки можно тоже. Во-вторых, нужно уметь смотреть, опять же, CTR хороший, плохой, и динамику его. То есть CTR, как бы, он больше трех – уже хорошо. Больше 15 – ну, уже не очень хорошо. Это значит, вы где-то что-то перегнули очень. То есть тоже должна быть определенная такая дуга. Давайте откроем кампанию, вот, например, статистику по горячим. Вот горячие ключи – это именно те ключи, по которым, типа, забыл название вообще взять, забыл совсем сказать, что за лендинг и ниша. Вот тема называется «Роспись стен». Тема, в принципе, премиальная, дорогая. Берем горячие кампании, наш любимый большой CTR больше 15, где, кстати, перегнута как раз, видите, палка, где очень маленькое количество показов за последнюю неделю, можно взять даже за 30 дней. 261 показ и 43 клика. Что здесь налицо, можно сразу сказать. Здесь можно сказать, если горячие ключи собраны хорошо, ну, они собраны хорошо, проблема именно сразу же возникает в том, что платежеспособные или вот аудитории, которые нужно прямо сейчас вот это купить, и они прямо интересуются, где заказать, там, вот, ну, определенное что-то. То есть именно интересуются покупкой. Их крайне мало на данный момент. То есть они, например, в ноябре прошлого года, их могло быть просто много. В феврале их может быть просто мало. И все. Эту динамику нужно посмотреть по определенным каким-то ключам, просто посмотреть в WordState хотя бы. Если у вас нет статистики за больший период, например. Дальше. Ну, у меня как раз вот 23-я, 01-я. Может быть, чуть раньше есть, наверное, статистика. Еще нет. Вот, дальше. Есть холодные рекламные кампании. Вот, опять же, даже по поиску можно посмотреть. У нее тоже есть 30 дней. У нее 8% CTR, при том, что это ключи, которые, ну, 50-50. То есть они либо подходят, либо нет. Причем здесь цена клейка 17 рублей, здесь 12 рублей. Что ниже рынка, то есть можно сделать выше цены, получать больше лидов. Ровно так же можно посмотреть, сколько расход за все это время. То есть, например, если человек говорит, а у меня мало звонков. Тогда вы сразу же смотрите вот на это дело. Сколько было потрачено денег. Это очень важный момент. Почему? Ну, бывает такая проблема. Люди приходят и говорят, я потратил 500 рублей, но у меня нет звонков. А если поставить большую цену клика, кстати, что и нужно сделать здесь, прямо видно по аналитике. Действительно хорошая идея. Потому что зачастую люди, действительно, потратив, например, 10 тысяч, 5 тысяч рублей, они получили вроде бы рекламную кампанию, они отбили эту рекламную кампанию, она, эта рекламная кампания работает, но они просто тупо боятся тратить деньги. Вот этот самый страх главный, в том числе и у вас. Вам нужно с этим страхом как-то помириться и уметь тратить деньги. Живой пример. У меня есть отзыв от одного из парней, которые у меня наставничали, ну, точнее, у которых я наставничал. Он, парень занимает, Сергей его зовут, он взрослый мужчина, он занимается, ой, господи, он занимается, кухней на заказ, вспомнил. Вот. Смешно. Он вкладывал 10 тысяч рублей, я ему посоветовал потратить 40 тысяч. Он говорит, цикотно, ну, давай, я говорю, попробуй. Он попробовал уложить 40 тысяч, как вы думаете, какой результат он получил? Он получил ровно в 4 раза больше заявок. То есть он вложил в 4 раза больше денег, в 4 раза больше заявок получил. Все. То есть все элементарно. То же самое связано с клик. Клик, конечно, нужно еще уметь искать средний. То есть зачастую это не всегда нужно смотреть, там, опять же, только цену клика. У нас очень удобная в статистике есть вещь, в той же статистике, в статистике в мастере отчетов, вторая вещь, да, которую нужно обязательно вам изучить и уметь пользоваться. Средняя позиция, ну, и позицию можно вообще не смотреть. Сейчас я покажу, как она работает. Хотя бы вот уметь только это пользоваться, то есть убирать номера объявлений и смотреть просто по средней позиции сама рекламная кампания. Вот, например, средняя позиция показов 2.22, средняя позиция кликов 2.13, но средняя позиция кликов всегда выше показов. Что это значит? Это значит, что за 12 рублей человек сидит в спецразмещении. Все. То есть выше лезть можно на первое место и платить, например, 30 рублей. Стоит это того? Ну, хрен знает. При этом расход в день 153 рубля. Что-то надо делать. А может быть, ничего не надо делать, можно подождать просто, когда придет нормальный сезон. То же самое делаем в горячих. А это, кстати, было в холодных. То же самое делаем в мастере отчетов горячих. Среднюю позицию. Тут единственное, что появляется все время номер объявлений, его надо отключать. Ну, и можно еще, кстати, группировать за период, например, больше. То есть у меня сейчас стоит месяц. Можно делать больше период, ну, просто рекламная кампания меньше работает. Средняя позиция показов тоже 2.37. Все. То есть выше мы никуда не залезем. 17 рублей средняя цена клика. Да, есть такие ниши, в которых не надо платить по 1000 рублей за клик, чтобы показывать спецразмещение. Замечательно. СТР хороший, большой. Дальше, значит, надо думать, что можно здесь расширять ключи и, ну, то есть создавать отдельные рекламные кампании. Кстати, здесь это уже сделано как раз, чтобы расширять эти ключи. Ровно так же большинство людей, когда создают рекламные кампании, пытаются собрать очень большое количество ключей, что тоже неправильно. То есть можно запустить иногда просто горячие ключи и за счет этого получить очень много заявок, лидов, и вполне этого будет достаточно. Холодные оставить на потом. Вот здесь, видите, приходится, наоборот, делить рекламные кампании, делить более, ну, как бы, играться с ними. Вот нужно потом отдельно работать еще с другими ключами. Ну, то есть теоретически, вот если посмотреть, да, за, например, я объясню, вот сегодня у человека было три, вот, три заявки. Три заявки? Три заявки из... нет, три заявки, просто три заявки. Это 16 кликов плюс три и еще плюс RSI. Вот нужно еще RSI посмотреть, видите, который мы еще будем сегодня анализировать. Как раз тоже вопрос был на эту тему. Поэтому я сегодня, чувствую, просто буду рассказывать про директ, потому что про AdWords у вас вопросов очень мало. Так. Вот. Что еще обязательно нужно смотреть? Лезем, естественно, в Яндекс.Метрику. В Яндекс.Метрике мы лезем в две вещи. Первая – это WebWizard, ну, это стандартная вещь, которой пользуются все. И вторая вещь, естественно, это директ-сводка. Вы открываете директ-сводку, здесь уже настроено. Ну, у вас обычно это вот в таком виде происходит. Большой, вот такой вот вид. Ладно, оставлю. Вот такой вот вид, примерно, получается, отчет. Он древовидный. И вам необходимо, естественно, использовать группировки правильные, а точнее их очень легко сделать через кнопочку группировки, убрать лишние. Ну, можно оставить условия подбора объявлений, зря удалил, ладно. И использовать листовой вот список. Зачем? Здесь можно посмотреть количество, вообще количество переходов по рекламной кампании. РСЯ – холодные, горячие, которые, кстати, не делятся. Холодный поиск по поисковой фразе. Но они не делятся просто почему? Потому что нет никакой поисковой фразы, фразы в РСЯ. Вот и все. То есть это надо там смотреть более детально. Дальше. Можно посмотреть, по каким ключам люди переходили. То есть действительно ли они чистые или нет. Ну, я уже смотрел, тут действительно нормально чистые ключи. Ну, надо же было посмотреть, а то вам потом скажете, фу, какие ключи ты, каким ключам показывался. Вот. Здесь же, да, собрать минус-слова. Эти минус-слова, естественно, можно поместить во все рекламные кампании с помощью, например, того же Директ Коммандера, ну, вообще во все рекламные кампании, да, в параметры рекламной кампании. И тем самым, ну, очистить рекламную кампанию, чтобы было все замечательно и хорошо. Дальше. Мы все это посмотрели по ключам. Ключи – это, наверное, 20% успеха. Почему? Даже нет, наверное, 30%. Потому что зачастую вы заходите, смотрите, и какой-то трэш происходит. То есть можно почистить ключи еще лучше и так далее. Вторая проблема, кстати, с которой я вот здесь вот тоже пытался написать где-то здесь. Вот. В проблемах ключевые слова. Либо нехватка аудитории, либо избыток аудитории. Избыток аудитории – это когда слишком много народу у вас заходит на сайт, и большая часть из этой аудитории нецелевая. То есть люди заходят, смотрят и уходят. Да. Кто-то говорит, что можно использовать так называемую сквозную аналитику. На самом деле даже без сквозной аналитики, в принципе, это все можно проанализировать и посмотреть. То есть зачастую к нам приходит, допустим, приходит человек, у него есть метрика, ему надо действительно настроить контекст. То есть если мы ему скажем, а где ваша сквозная аналитика, он скажет, да у меня ее не было. Вы ничем ему не поможете, потому что вы умеете работать только с помощью сквозной аналитики. Нужно уметь, естественно, смотреть и видеть, что есть избыток аудитории, то есть есть часть аудитории, которая просто, ну, она лишняя на этом сайте, и все. Но это не значит, что прям 100% надо что-то вот чистить и так далее. Как это посмотреть? Первое – это время на сайте. То, про что я говорил. С помощью фильтров можно всегда посмотреть часы, минуты, секунды. Можно посмотреть. Меньше, например, 20 секунд, кто сидел. Поставил я больше, по-моему. Так, правильно, минуту вставляю. Это все потому, что у меня уже поздно. Извиняйся, ребят. Вот, это у нас больше, я меньше надо поставить, конечно. Вот, 20 секунд. Из этого можно посмотреть тоже, по каким ключам люди сидят мало. Например, фрески на стену Венеция. Три перехода было, три визита, 100% отказ. Можно сделать вывод какой-то. Если один переход, был 100% отказ. Ну, отказы – это, в принципе, те же самые время на сайте, либо заявка на сайте. Тут разницы, в общем-то, нет. Тоже можно сделать определенные выводы. Например, там, роспись стен гильдии художников Москвы. Ну, на сайте так называется. А, у нас гильдия за живописцев он называется. Опять же, можно что-то убрать, почистить. То есть, не брать огромное количество ключей. Здесь было сделано большое количество, массовое количество ключей, потому что здесь такая тема. Здесь непонятно, какие ключи работают, какие не работают. То есть, купить фреску домой не работает, потому что это, ну, какая-то вещь. А заказать, там, или заказать художника на дом и так далее, это уже работает. Но это уже в горячих как раз ключах и есть. Остальное вообще непонятно. Работает, не работает и так далее. Вот. Далее. Вы можете посмотреть и найти те ключи, которые 100% вообще левые. Тут не только ключи, извиняюсь, тут поисковые фразы. То есть, то, что человек именно вбивал. Вы, естественно, находите что-то левое. Зачастую такое реально бывает. То есть, вы, например, роспись фасада здания цена. Горячий запрос, то, что надо. Роспись фасадов кухни цена. Тоже нормально. Роспись стен на Москва недорого. Ну, это, кстати, человек ушел. То есть, надо посмотреть причину более детально. Возможно, что-то с лендингом. Но это вот у меня и есть, кстати, подозрение, что здесь лендинг. То есть, если таких ключей, то есть, по горячим ключам обои надо убрать, конечно. Ну, вот что-то такое тоже есть иногда. На английском это что-то новое. Заходят люди в определенный момент, да, и они начинают сваливать. То есть, они не находят, что их интересует. Что нужно сделать? Первое. Нужно посмотреть, что происходит все-таки на лендинге. Для этого есть либо карта кликов, да, карта кликов, который может хотя бы, ах, она может долго грузиться. Сколько должно быть переходов? Спасибо за вопрос. Чтобы отключить фразу. Вообще, желательно 2-3. То есть, на одном делать вывод – это очень плохо. Но если ключ реально очень плохой, вы прям видите, бесплатно там, ну, или то, что вам не нужно, вы это сразу минусуете и не думаете об этом. То есть, если, объясню, лучше одного клиента потерять, который запишет какой-то дебильный запрос, нежели чем привлечь на сайт 10 долбоебов с ним вместе. Потому что 10 долбоебов с ним вместе, которые, ну, или я имею в виду там 10, 15, 20, они могут просто заявку не окупить. Вот и все. Лучше делать методом исключения. Напомню, ребята, у нас сейчас с вами в стране, в общем-то, не самое лучшее положение. Поэтому пытаться раскидываться деньгами и купаться, там, не знаю, в шампанском, ну, сегодня не наш выход. Поэтому лучше убирать лишнее и, возможно, где-то чего-то недополучать. Лучше-то потом допилить, досмотреть. То есть, отдельно или сделать рекламную кампанию, распилить, ну, в общем, что-то сделать, нежели чем сейчас вкинуть 50 тысяч рублей, оказалось, что не работает. Ну, то есть, да и большинство сейчас не кидывает 50 тысяч, вкидывают обычно 5 тысяч и говорят, что не работает. Но есть другая история. Вот. То же самое. Здесь можно прикинуть, посмотреть, где люди ходят, смотрят, то есть, что их интересует, куда они нажимают и так далее. Дальше. Мы, естественно, должны посмотреть вебвизор. В вебвизоре обязательно нужно уметь настраивать столбцы, потому что у вас зачастую по умолчанию стоят вот такие вот просто фразы. Сейчас я вам покажу их. И вот, например, гильдия живописцев, ну, то есть, люди, которые заходят по поисковым фразам. И вы сидите и думаете, вот люди дураки, а. Ну, большая часть, во-первых, запросов нету. Она вот здесь, кстати, появляется, именно где фраза директ у меня сейчас стоит. Вот. И вы думаете, вот люди дураки, вот они вписывают какую-то херню. А на самом деле они заходят чисто по SEO. То есть, они в выдаче получили ваш сайт и просто, ну, перешли на него. Таких бывает один, два. Ну, если это сайт нормальный с SEO, то, естественно, просто отдельно вынесено сейчас в метрике эта графа. То есть, почему-то тоже многие люди это не знают. Вот. Я ее специально убрал, потому что здесь, в принципе, SEO нету, как такового, вот, Lending. Но зато можно посмотреть фраза директ. Вот эти вот запросы, где фраза директ нету, это значит, что это RSE, рекламная сеть Яндекс, либо Google AdWords, но тут можно, собственно, это посмотреть с помощью UTM-неток, которые тоже можно настроить в столбцах. Для этого мы просто ищем тему метки. Сейчас. Вот они, последние, конечно же. Вот. И с помощью них можно посмотреть, где, чего и как. Вот они. Директ, директ, директ. Вот это значит Google AdWords. Можно легко сделать вывод. Либо это, ну, в общем, это не относится к директу. Можно посмотреть, это вот видно даже поисковые запросы и прямые заходы. То есть это не считается директом. Вот. Можно ровно так же отсортировать и по фильтру, вот с помощью фильтра, например, в метках, в целях, в переходах и так далее. Можно просто взять и убрать лишние переходы и смотреть только переходы именно по контекстной рекламе Яндекс.Директ. И с помощью этого инструмента, когда вы уже нормально настроили метрику, например, в отчетах, да, все настроили в веб-гизере, вам уже все намного удобнее. То есть вы здесь намного быстрее и проще будете лазать и смотреть. Ну, вот рельеф на стенах один и тот же, скорее всего, человек заходил несколько раз. Один и тот же браузер, тут, ну, как бы особо умным не надо быть, Android и так далее. То есть посмотрел, посидел три раза, ну, естественно, мы заплатили один раз, но он посидел три раза. Непонятно, почему три раза заходил, но не суть. Тут ровно так же можно посмотреть и по заявкам и целям, исполнению целей. Кстати, то же самое относится и к отчетам. То есть в отчетах можно использовать фильтр с помощью, фильтр по целям. Вот, просто здесь видите еще там с целями проблемы. Косяк, косяк. Вот. Выбираете цель, все окей. Так, да, не буду больше материться, извиняюсь. Вопрос контроля. Цена зависит от кликов и показов. Клики пользователя можно проанализировать и понять, при релевантном запросе пользователь кликнул по объявлению. А вот показы, как контролировать. Показы вообще не надо никак особо контролировать. То есть, что нужно делать? Для этого вы переходите в статистику вашей рекламной кампании. Лучше всего, конечно, использовать фразы по дням, но можно и использовать мастер отчетов. Можно использовать, что использую я, во всяком случае. Я использую, вот в своем случае, вот я считаю, это самая удобная вещь, использовать директ-командор. В директ-командоре, ну, сейчас я покажу там, пока здесь будет грузиться. Здесь можно получить ставки, ценность, статистику и продуктивность. По ней можно понять CTR, посмотреть количество показов и по каким ключам люди переходили. То есть, вот эту всю вещь как раз вам и надо посмотреть. Потому что переходы по поисковым фразам, ну, они, естественно, чистят вам ключевые фразы. Ой, чистят с помощью, чистят вам минус-слова, пардон. Вот. А CTR, показы, клики, ну, вот отношения именно показов и кликов, да, можно посмотреть внутри директ-командора. Но я сейчас покажу. И то же самое можно делать с помощью статистики. Но с помощью статистики раньше это было делать еще неудобно, сейчас вот, благо, появился директ-команда. Так, делаю фразы по дням. Можно прям по фразам по дням пройтись, посмотреть, например, рекламу, вот, аэрография на авто, посмотреть CTR-ы. Видно, что объявление работает хорошо. То есть, 11% CTR, но с него не было заявок. То есть, надо что-то делать с лендингом, а в лендинге нету по поводу аэрографии на авто на первом экране ничего. То есть, нужно что-то делать. Самое правильное, конечно, сначала убрать это, посмотреть, насколько хорошо будут работать другие ключи. То есть, вы будете тратить меньше, будет ли увеличение конверсии лендинга. Дальше, ну, то же самое, да, на авто, авто, авто. Мы его убрали просто, это 28-й как раз, 01-й. Вот, дальше, дальше, дальше. Монтаж фрески, да, можно посмотреть. Опять же, один показ, один клик – это не показатель. Конечно, грамотно смотреть объявления, в которых есть больше 800 показов. Ну, во всяком случае, так написано в справке Яндекса, что вы можете сами прочитать. В чем интерес? В том, что только если показов больше 800, и, естественно, есть какой-то определенный CTR, CTR, например, 2%, 3% и так далее, то только после этого начинается уменьшение цены клика на этот ключ. Ну, во всяком случае, это по заявлению Яндекса. На самом деле, показов может быть около 400. Не знаю, почему они поставили 800. Вообще, на самом деле, около 400-500 должно быть показов. Тогда реально цена клика падает заметно. Если, конечно, количество кликов, ну, и CTR, он, естественно, довольно подобающий, хороший. Здесь вообще можно посмотреть цену конверсии и глубины, и цены цели. Вот, например, я здесь сейчас, да, я вам просто не покажу, потому что вот первая главная ошибка, которую я хотел как раз вам показать. Сейчас, где я там их писал-то. Вот, нужно обязательно смотреть, стоит ли цель, стоит ли код метрики и цель. Почему показываю? Вот, например, мне сделал лендинг мой программист, мой киммлит. Он сдал мне его. При этом он поставил в Асане, ну, у меня в CRM-системе, что цель стоит. А цели нет на самом деле. То есть надо взять и пропиздон ставить за это. Уж извините опять за мат. Вот, но тем не менее, то есть сделать это надо. И сказать, а-та-та, нехорошо. То есть человек сдал, не поставил. Эти вещи надо проверять всегда. То есть хоть заверяет кто угодно, хоть Господь Бог, все равно нужно проверять, стоят ли цели и работают ли они еще. Вот, то есть они даже могут стоять цели. Можно зайти и посмотреть это с помощью... Где он? А, вот, где он. Вот, можно зайти просто в настройки и с помощью настройки посмотреть, есть ли, стоят ли цели. Все, видите, не стоят цели. Вот и все. И можно за это брать сразу же по пенсию. Вот, специально показываю, вот, где надо пороть людей, чтобы вы потом не говорили. Вот, дальше. Так, могут ли ставить много целей в метрике или поставить... Достаточно поставить одну цель в метрике. На самом деле их несколько есть, просто разделение на самом деле. Сейчас я вам покажу по поводу целей. Надо добавить по-хорошему одну конверсионную, потому что только... Ну, заявка, она и в Африке заявка. В принципе, на самый начальный момент вам не надо знать, приходят они у вас, заявки с обратного звонка, или они приходят у вас, там, не знаю, с формы ниже. Если вы хотите об этом поговорить или пообщаться там с кем-нибудь, окей, тогда ставьте несколько целей. Вообще, достаточно одной поставить на все. А если вам нужно более детально как-то эту всю информацию знать, надо не в метрике это ставить, вам надо просто разные заявки сделать на сайте, чтобы у вас приходила информация, что человек пришел вот с такого-то, например, ну, что-то вот заказал вот такое, заказал то, заказал все. То есть конверсия, она и в Африке конверсия, в принципе. Ретаргетинговые цели – это уже другое. Если у вас есть корзина или человек нажимал, то есть какую-то активную проводил политику на сайте, ровно так же, кстати, в ретаргетинговые цели относятся фильтры. То есть можно с помощью метрики… Ну, это лучше посмотреть. У меня есть видео на эту тему. Посмотрите, наберите «Ретаргетинг Яндекс.Директе» 2016 года, видео, то есть свежее. Там можно посмотреть про эти цели, и я там очень довольно подробно рассказывал. Вот. Дальше. Чтобы сегодня не закончить не на середине, а все-таки до конца довести вебинар, хочу все рассказать все-таки. Что еще нужно уметь ковырять? Ну, мастер отчетов 2.0, ладно, еще хрен с ним. Надо уметь пользоваться фразами по дням, мастером отчетов и пользоваться еще директ-командером.